МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфиры новины Гродинского региона. В студии Олег Солодуха, витаю вас. Глядитесь сегодня в выпуске. Первая майская средняя школа Литского района переживает масштабную реконструкцию. Работы повинны скончиться до 1 вересня 2023 года. У Гродня изменился рух громадского транспорта. А каля по поискам моста организованы часовые припынки для пасажиров. Бизнес в грамоте прозудел автоматичный викториня навучают старшеклассников специалисты областного комитета экономики. Наша задача – забеспечить якостную эдукацию и беспечную мову навучения. Такую думку выказал Владимир Каранник, старшиня Гродинского облаканкама, подчас наведания 1-майской средней школы Литского района. Установа эдукации переживает процесс реконструкции. Работы на объекте стартовали у початку костричника. Запланованный объем будет выполнен в два этапа. Термин сдачи 1-майской школы – 1-е вересня 2023 года. Вольга Борисевич, протягне. 1-майская школа реконструкции потребовала давно. Або двое ее будинки – 62-го и 80-го годов – устарили технично. И кардинальные смены им были просто необходимы. Як только вызначились крыницы финансования, на объекте почался рух. Был подготовлен проект, который подразумевает первозамена всех сетей, анализ всех несущих конструкций, и модернизация данных помещений для того, чтобы обеспечить соответствие современным требованиям санитарно-гигиеническим, современным строительным требованиям. А главное, чтобы обеспечить образовательный процесс в соответствии с современными требованиями на самом высоком уровне. Договора подписаны. Финансирование. Часть идет согласно указу президента. В рамках госинвест-программы. Часть была предусмотрена с местных бюджетов. Это и областной, и районный бюджет. Реконструкция пройдет у два этапа. На первом будовнике модернизуют будинок 62-го года. На его обновление и частковое доброупорядкование территории выделено 3 млн. рублев. Освоить их необходима селета. У наступного года изменения чекают другие будинки школы. Полным ходом подготовительные работы они должны составить не более месяца. Это вынос сетей, это разборочные работы, подготовка строительной площадки. Работы будут вестись усиленными темпами. После ремонта это здание будет полностью оштукатурено, красиво. Значит, будет заменена крыша, окна, полностью все будет заменено. В этом здании практически из старого конструкции стоят только стены. Першамайская – самая великая из сельских школ Лицкого района. Установу наведывают 242 в Учни. Праца будовников, стверждя администрация, нияк не отбивается на вучебном процессе по причине того, что реконструкция повинна была початься еще в минулом годе. Тому дятей загадя перевели у один корпус. Организована для двух классов вторая смена. Это четвертые классы. Вторая смена заканчивается достаточно рано, в 5 часов, в 17.00. Поэтому никаких проблем для обучения и для проведения дополнительных занятий в школе не существует. Единственное, что был перекрыт главный вход, и для подхода организована совершенно облагорожена другая территория. Поэтому беспрепятственно учащиеся попадают в учреждение, беспрепятственно покидают учреждение. Реконструкция продуглеживает рамон школьного стадиона, и он будет поведать с участным потребованием. Будовничая работа у Першамайской школы повинны быть скончены до 1 вересня наступного года. После масштабной модернизации во установе адукации еще разместится детячий садок. Кировцы массово порушают ПДР при левом повороте с улицы Карла Маркса на социалистичную Гродню. Эта проблема в приватности прогучала в рамках стрима просвеченного закрытию моста по улице Попоича и переорганизации дорожного руху областным центры. Знак забороны левого поворота з'явился на скрыжевании в конце вересня. С того часу то, что дня дежурит с экипаж ДАИ. Парушаются кировцы легковых, так и грузовых автомобилев. Наша здымочная группа поназирала за ситуацией у центры города. Уже два тыдни, як забороненный левый поворот с улицы Карла Маркса на социалистичную. Як подкреслили у областным ДАИ, гэта часовая рашэння, уведенная для выключэня заторов и для безперобойного руху громадского транспорта у центральной частцы города. Для многих родзецов факт адмены повороту дагэтуль не чаканась. Як след, водители протягывают ехать по левой полосе в улице Карла Маркса на социалистичную. Такий маневр здясняет переважная большасть аутоуладальников. На гэтый факт звернув увагу и Владимир Каранік, старшыня Абл-Вэканкама у рамках стрыму, який прайшов на базе телерадиокампанії Гродна. Чарговая сустрэча у студии Абл-ТБ у целым была присвячена авторуху областным центры с самыми актуальными коментариями по теме. С Карла Маркса налево запрещен поворот на улицу Социалистическая. Потому что, во-первых, там надо пропускать пешеходов, и мы практически всю полосу улицы Карла Маркса закрываем, пока пешеходы перейдут дорогу. Во-вторых, там небольшой промежуток между улицей Кирова. И поворачивает транспорт, полностью его забивает, и не дает возможность общественному транспорту, который едет от парижской коммуны, проехать прямо, либо повернуть. Я это наблюдал вечером с рулем своего автомобиля. Я тоже не знал появления этого временного знака. Я включил поворот, увидел знак, выключил, проехал прямо и повернул на молодежной. Но передо мной две машины, как ни в чем не бывало, повернули налево, и за мной одна. То же самое, мы на служебной машине проезжаем прямо. Часть машин перед нами спокойно поворачивает налево, несмотря на знак. Для недопущения порушения правил дорожного руха на скрыжевании в улиц Карла Маркса и социалистичной каждый день дежурить экипаж ДАИ. Особливая увага гадзинам пик, контроль не меж и тягам дня. Основная отговорка порушальников, які едут под знак, не зауважен. Однако гэта причина не вызволяя от отказностей. У дадзинам выпадку у дачыня недоводителя примаются администрационные меры спагнанья. А кроме того, вядзеца тлумачальная работа. Ежедневно в наиболее напряжённые часы сотрудники ГАИ осуществляют на данном участке регулировочные действия. Вместе с тем, пресекают нарушение правил дорожного движения в части нарушения требований дорожного знака. За такое нарушение водителю грозит штраф в размере от 1 до 5 базовых величин. Центр города был и застает загруженный транспортом. Особливая ситуация складась с закрытием моста по улице Поповича. Як след, не все водители поспели переорганизовать свои маршруты и час, ка паспеть на учобу и працу. Да и отсочвая ситуацию и примая заходы по выводу транспорту на больше свободные в улице. Але, як подкреслев Владимир Караник, выступаючи у рамках стриму, только выканание дорожных знаков, у тым лику и часовых, а головная взаемоповага керовцев, дазволить полепшить ситуацию на дорогах областного центра. В грудне изменился рух громадского транспорта. Каля Поповицкого моста организованы часовые припинки. На их накеровывается транспорт по новым раскладе. Так, сбоку гандлевого колледжа по улице Поповича заявились разворотные пляцовки и припыночный пункт мост, куды транспорт подвозит пасажиров широку микрорайонов в приватности Фолюш. Тут курсируют автобусы номер 7 и 28, троллейбусы 10, 12, 14, 15 и 23. По словах специалистов, пассажиропоток начали мониторить за догад в закрытие нового моста. Расклад руку громадского транспорта планыть протягивать, адаптовать под потребы гродинцев. Обращений, которые поступили в наш адрес, было действительно много. В основном обращения касались следующей тематики. Люди просто не понимали и не знали, как правильным добраться с того или иного микрорайона в ту или иную точку города Гродно. Мы гражданам разъясняли путь следования их. И после анализа этих всех обращений на протяжении последних двух недель, когда мост был закрыт у нас, мы проанализировали и внесли соответствующие изменения с учетом максимальных пожеланий наших горожан. По новым мостам поколь дозволены рух пешеходов. Гродинцы могут перейти переправу про с днем он каптрапит на инши берах. На улице Весенний так само организована часовая разворотная пляцовка для громадского транспорта. Отсюда он развозит пассажиров по разных кропках областного центра. У додаток у Гродня з'явится еще один новый часовый припынок у района гостиницы Беларусь. Про Скалиновского будет ходить троллейбус номер 23. На сегодняшний день, как с Ленинской, так и с Октябрьской стороны нового моста организованы разворотные площадки. Можно подъехать с одной стороны, перейти мост по временному переходу, который также организован, безопасный переход, повторюсь, и перейти на другую сторону реки и сесть на общественный транспорт и уехать в тот или иной микрорайон. Подходят мосты как автобусы, так и троллейбусы. В дальнейшем мы также будем мониторить пассажиропотоки, складывающиеся на этих маршрутах. Будем также выслушивать граждан, их пожелания. Это обязательно. Мы будем анализировать и постараемся, чтобы все-таки вот этих пять месяцев было действительно нашим гражданам максимально комфортно добираться в ту или иную ночь, как города. Как рассказали специалисты, Владами разглядается максимальность организации руху для пешеходов по поддонным мостям празднема. Дадзеное решение будет принято в выпадку полного закрытия руху по путепроводе на улице Попоеча у Гродня. Такая информация прогучала подчас стриму. Пантон может быть установлены ниже и по течение реки нема на длевости 50 метров от нового моста. Комитет Державного контроля протягивает масштабный мониторных центру в гадлевых объектах краины. Нагадаем, такие проверки обумовлены распоражением президента Беларуси Александра Лукашенки на конту ведения забороны на повышение кошту товаров. Мониторинг гадлевых объектов во всех регионах краины проводится что день. Так, у Гродинской области не обошлось без выявления порушений. Успится магазины областного центра Лиды и Вороновского района. Параллельно протягивая свою працу горячая телефонная линия Комитета Державного контроля. Звороты же хоров при нем они на кон фактов повеличения цен приимаются по номерах у Гродни 79 88 26 и 78 88 13. Як анонсована, гадлевая линия протягнет працевать по 20-го костричника. Шаленство живел застается проблемой для Гродинского региона. Одинным действием барьером на шляху расповсюживания смиротно-небеспечного захворения застается вакцинация. Процедура дотычится как диких живел с этой метой. На лесных территориях раскидываются специальные принады самолетов так и хатных годованцев, прищепливание которых отказность господаров. В связи с чем ветеринарные службы принемления нагадывают вакцинация является обовязковой для котов, собак и других особников, которые живут по боку человека. За порушение терминов процедуры альбо отказ от прищепки в даденном выпадку для владельников живел продуглежена отказность. Подрабязный обшеленстве и инших захворонях, профилактичных заходах новином на четвертом рассказал наместник головного ветеринарного врача Гродна Дмитрий Гайда. С 10 сентября в Гродницком регионе стартовала так называемая акция по оральной вакцинации диких животных. Будет с помощью авиации сбрасываться вакцина, содержащая приманки вдоль границ с литовской, латвийской и польской сторонами. Поэтому особое внимание граждан, которые там находятся, будь внимательными и осторожными, когда работают самолеты, не находиться над ними. И, естественно, если они увидят в лесу либо на полях данные вакцин, содержащие маленькие приманки, они коричневого цвета, небольшие, как два спичечных коробка, ни в коем случае не брать руками, не скармливать своим животным. И помнить, что бешенство все-таки остается высокоопасной, смертельной проблемой для нашего региона. И мы настоятельно рекомендуем всем своим плотоядным животным, то есть собакам, котам, хорькам, ежегодно проводить вакцинацию против бешенства. В последнее время достаточно актуально заболевание птиц, в частности, болезнью Касла и птичьим гриппом. Данные факты фиксируются в ближайших наших странах соседках, поэтому ветеринарная служба не только города Гродно и Гродненской области, но также все республики стремятся к тому, чтобы обезопасить наши птицы поголовья от этих опасных вирусных заболеваний. И тут стоит напомнить гражданам, что прежде всего содержать птицу желательно в закрытых помещениях, либо в вольерах, которые защищены от попадания других пернатых, в том числе синантропных птиц, тех же голубей, либо перелетных. Кормить только проверенным кормом, зерном, употреблять только чистую воду и также при появлении любых признаков заболевания птицы, особенно при массовом падеже, незамедлительно информировать территориальную ветеринарную службу, потому что в отличие от конкретного заболевания, допустим, того же бешенства, которое может там проявиться слюнотечением и так далее, птичий грипп у птиц может проявляться по-разному, начиная от сверхустрого течения, когда птица погибает незамедлительно в течение нескольких минут и заканчивая и стечениями износа и выделением какой-то слизи из других органов, поэтому лучше всегда сообщить ветеринарному врачу, чтобы он мог провести осмотр и диагностику данного опасного заболевания, если что, принять экстренные меры по недопущению его распространения. Для человека это опасно прежде всего в экономических потерях, потому что вирус очень быстро распространяется среди всех птиц, не только среди кур, но также индюки, гуси, утки и так далее. Это может стать источником заражения окружающих, которые живут в ближайших регионах, потому что разносчиками могут быть те же самые воробьи, голуби и другие птицы. И если данная инфекция попадет на крупные предприятия, это тоже достаточно чревато. Но опять же, вирус гриппа, который тоже может подвергаться мутациям, и не исключено, что может задействовать и человеческие ресурсы и вызывать данную проблему, насколько мы помним, в азиатских странах с такой проблемой сталкивались. Поэтому лучше все-таки это предупредить, чем допустить опасные вопросы, которые могут быть возникнут. В последнее время участились случаи, когда граждане находят в мусорках, на приусадебных участках, также в клиниках, подкидывают щенков и котят. Это проблема актуальна не только для города, но, наверное, и для всей нашей страны. Прежде всего, необходимо напомнить о правилах содержания домашних животных. Все-таки мы в ответе за тех, кого приручили. И особенно сейчас, когда начинается заканчиваться дачный сезон, люди уезжают со своих дач и там оставляют тех же собак и котов, которые просто становятся безнадзорными, бездомными, бегают, испытывают страдания в отсутствии пищи. Ну и, кроме того, с ветеринарной точки зрения, это распространение любых инфекционных заболеваний, начиная от того же бешенства, когда животное может контактировать в лесу с той же лесой, либо той же микроспории, которую мы сейчас можем наблюдать потихоньку подъем и рост. Поэтому еще такая большая рекомендация, если животное все-таки появляется в доме и не планируется в его дальнейшее разведение, это обязательно проведение кастрации, потому что отсутствие кастрации затем влечет появление большого количества потомства, которое попросту становится ненужным, и из-за этого возникает очень-очень-очень много проблем. Поэтому большая просьба правильно содержать, любить, заботиться и вакцинировать своих животных. отчуть себе бизнесменами, финансистами альбо предпринимальниками смогли одиннадцатиклассники Гродинской школы номер 3 Мяусова. Погрузиться в сферу экономики старшеклассникам допомагала отмысловая викторина, авторство, якою належит комитету экономики областного выконавчего комитета. Удел мероприемств подарил моропозитиву и новые веды. А самые подкованные потомяшкольники отрымали каштонные подарунки. Вольга Пелянчук расскажет. С уластной распроцовкой викториной специалисты областного комитета экономики побывали у школах района, у колледжах и университета Гродно. И вот сапер баттл талиновитых, активных и предпринимальных разгорнулся на плясовце третьей Гродинской школы. Треба означать, что специально догульни одиннадцатиклассники не рыхтовались. И тем не меньше большая стеребуса, шифровок и загадок расколывали лёгко. 20 пытаний и команда в финале. Тут чекаются не такие простые пытания и самые подкованные соперники. Игра состоит из двух этапов. Первый отбор идёт блиц-опрос. Это состоящий из двух вопросов. Поэтому в оперативном порядке ребята должны на них ответить. Ребята, которые сегодня выйдут в финал, получат разработанные специально для этого случая сюрпризы это футболки, кепки и сумки шопера. Интерес до экономики лишь и специалисты треба развивать и поддерживать со школьной лавы. И тогда махчема еще у подлетковом взросле народятся уласные Иланы Маски, Стивы Джобсы и Белы Гейцы. До слова сфера предпринимательства в Беларуси и на Гродинщине у приватности им клево развивается. А заявление креативных бизнесменов будет только сприять дальнейшему развитию экономичного сектора. Вполне возможно, что ребята также станут предпринимателями. Сегодня достаточно развит у нас в Республике Беларусь сектор предпринимательства. В нашей области, Гродинской области, это больше 32 тысяч субъектов. Из них и юридические лица, это и микро и малые организации, организация среднего уровня, а также индивидуальные предприниматели. Идею проведения подобного батла у третьей школе подтримали одиноголосно. Мауляу ведал со сферы экономики и финансов, с якими дети сутыкаются на уроках гисторы, географии, громадознавства, николи не бываешь мат. Дети должны понимать, откуда берутся деньги и как им правильно распорядиться, потому что мир сложный, мир современный, они сталкиваются с интернет-торговлей, они сталкиваются с рекламой, дети могут даже правильно не оценить свои возможности, может быть, даже куда-то вложить деньги неправильно. И наша задача, и задача родителей объяснить, например, даже эта вещь дорого, когда я могу спазволить купить, или когда ты сможешь позволить, и как нужно ценить вещи, деньги. А света у старшоклассников принемания у сферы бизнеса, финансов и предпринимательства специалисты Комитета экономики в области плануют протягивать. Уход кем часе провести викторину смогут в ушне инших установ принемания. А кроме того, у планах родинских специалистов взяться за распроцовку лайт-версии экономичной гульни для молодших школьников. Тыдень Батьковской Любови пройдет в Беларуси. 14-го Кострышника наша краяна отзначит уже традиционное свято День Мати, а 21-го Кострышника у першиню День Батьки. Семь ден помеж этими датами будут тематичными. На календарных падей во всех регионах отбудутся урочистые приемы и узнагороджение Ордом Мати мероприемствы для татов. У переда деня падей проходят республиканская профсоюзная акция по веншуем маму разом. По инициативе Беларусского Республиканского Союза молоди с 14-го по 21-го Кострышника будет развиванный республиканский проект ТАТА ЗАЛА. Врачистые мероприемства и святочные акции проведут Министерство Адукации, Культуры, Внутренних Справ и Понадзвучайных ситуациях. Так само продают веншевальные акции в родильных домах с уделом Жанчыныки народили деток 14-го Кострышника. В образовных коллективах будут ушановить Матуль и ТАТАВ. Министерство працы и социальной обороны вызначить лепшую семью краины. 14-го Кострышника в Минску отбудется финал 5-го республиканского конкурса «Семья года». Родиншину представить переможцы областного этапа семья Миклаш Дятловского района. Дружная команда зараз проводит репетиции перед отказным выступом в столице. Брест, Сталинград и Петр I. В культурном центре фестивальной в Гродне працуют одразу три выставы, присвященные ознакомитым городам и интересной царской особе в истории. Это совместный проект с Российским Центром науки и культуры в городе Бресте. Реализоватия года помогли удельники Гродинского отделения объединения Русское Громадство. Алена Жибарт об экспонатах и выставе. Культурный центр фестивальной в Гродне принимает одразу три тематичные выставы. Усеяные город над неманом приехали с Бреста. Адметность проекта в том, что эти выставы разом экспонуются в першине. Это наш совместный культурный проект вместе с Россотрудничеством именно Российским Центром науки и культуры в городе Бресте. При посредничестве русского общества города Гродно. Найперш наведывальники могут познайомиться с выставой присвеченной Бресту. У экспозиции собраны сучасные фотосдымки города над Бугом и изробленные сто годов тому. Другая выстава рассказывает про Сталинград, а докладнее об Сталинградской битве 1942 года, одной из наиважнейших падей Великой Ачинной войны, якая якия битва на Курской Дузе стала пероломным моментом о уходе военных деяний, после яких немецкие войски стратили стратегичную инициативу. Для всех, кто причисляет себя к потомкам Советского Союза, жителей Советского Союза, это святая дата, святая битва, которая перевернула ход истории. Здесь собраны интересные фотографии, которые будет интересно посмотреть и молодым. Людям, может быть, что-то для себя узнают. Ну и людям взрослым, которые рассказы очевидцев этих событий. Третья выстава просвечена Пятру I. И она знакомит с историей правления Великого Цара. Все лето с Дня Гонраджения исполняется 350 годов. Как кажут организаторы, все три тематичные экспозиции могут затекавить и людей старейшего поколения и молодь. Особливо тех, кто текавится историей. Я думаю, это очень важно, посещать такие мероприятия. Поэтому я пришел культурный центр фестиваля у Гродня. Три выставы экспонуются по домоленности с Российским Центром Науки и Культуры у Бресті и при поддержке объединения Русской Громадства. Как прогучал от кураторов после Гродня, проект махчимо протягнет свою вандровку по других городах Гродинской области. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго! Редактор субтитров из Земли Редактор субтитров Корректор А.В müsрать Сегодня Уся граду 12-го Кастрычника у Гродня чакается переменная в облачность махчимо невеликий дождь Ранец слупок термометра покаже каля 6 градусов тепла, днём до плюс 12, а вечером до плюс 9 градусов. Ветер заходний 3-5 метров за секунду. Атмосферный тиск 758 миллиметра у ртутнага слубка. Великотность поветра каля 89% ранницей, 64 днём и 80% вечером. Звлекам у сих метрологичных дадзиных, Атчуваемая температура поветра на протягу дня будзе вагацца ад 3 до 11 градусов тепла. У районных центрах 12-го кастрычника на дворье будзе наступным. У Великой Бераставицей каля 6 градусов тепла ранницей, да плюс 14 днём и да плюс 9 вечером. Пираменная в облачнасть, махчымы невялики дождь, ветер заходний 3-5 метров за секунду. У Свислачы, Зельве и Слонями прогнозуется каля 6 градусов тепла ранницей, да плюс 13 днём и да плюс 10 вечером. Пираменная в облачнасть, махчымы невялики дождь, ветер заходний 3-5 метров за секунду. У Волковыску и мостах каля 6 градусов тепла будзе ранницей, да плюс 13 днём и да 9 с плюсом вечером. Пираменная в облачнасть, махчымы невялики дождь, ветер заходний 3-5 метров за секунду. У Шчучыне, Дятловей Карейчах синоптыки абяцаюць, каля 5 градусов тепла ранницей, да плюс 12 днём и да 9 градусов вечером. Пираменная в облачнасть, махчымы невялики дождь, ветер заходний 3-5 метров за секунду. У Лидзе и Астрауцы чакаяцца каля 6 градусов тепла ранницей, да плюс 11 днём и да 8 вечером. Пираменная в облачнасть, невялики дождь, ветер заходний, ягу худкасть 3-5 метров за секунду. У ИУИ слубки термометра упакажуць, каля 5 градусов тепла ранницей, да плюс 11 днём и да плюс 9 вечером. Пираменная в облачнасть, невялики дождь, ветер заходний 3-5 метров за секунду. У Воронове, Ашмянах и Смаргони прогнозуется, каля 5 градусов тепла ранницей, да 11 градусов по ветра прогреется днём и да плюс 8 будзе вечером. Пираменная в облачнасть, невялики дождь, ветер заходний 3-5 метров за секунду. У Новогрудку, каля 4 градусов тепла будзе ранницей, да плюс 10 днём и да 8 вышай за нуль вечером. Пираменная в облачнасть, невялики дождь, ветер заходний, уткасть 3-5 метров за секунду. Е-магнитная ситуация у сираду 12-го кастрычника будзе доволі спрыяльной. Сонечная актыўнасть не перавысить ў зровню невялики е-магнитных валяваннеў. У заход солнца ў 7-1,46 хвилин, заход ў 18-35. Светлавы дзень ў параўнани за уторкам поменьшится на 4 хвилины і складе 10-1,49 хвилин. Памесяцовым календары старый месяц. Ада кладней 12-го кастрычника ў 18-1,21 хвилину пачнецца 18-й дзень месяцовага цыклу. Сирада будзе доволі гарманичной. Усё прышло ў раўнавагу. Реалізація планаў, звязаная з выкарыстаням назапашанага вопыту і сил, ўжо дае першыя вынікі. Атчувальны некатуры лішак сил, яго лебж за ўсё накераваць ў творчыя рэчы, або растратіць на фізічную нагрузку. Іна акшэнэр язнойдзе выхатуў неабдуманных ўчынках і дзейнях. Можа назірацца частая змена ідэй і меркаванню. Лепша астерагацца змены настрою, гэта можа нехатывна адбіцца і на праце, і на асабістым жыцці. Усі раду 12-ха кастрычніка па народным календары кур'ян пустэльнік. Працы становілася ўсё менш, палі пустэлі, бода пакроба ўсі работы там павінны быць скончаны, адсюлі назва пустэльнік. А крамя таго 12-ха кастрычніка маглі адзначацца пакравіны асіннія дзяды, свято памінавеня памерлых проткаў. У залежнасці ад мясцова сі яны прападалі на розная дні ад пакровнага бацькі да пакроваў. Па праваславным календары 12-га кастрычніка імяніны ў Альфреда і Кипрыяна. У каталіку дзянянюла адзначаць Максим і Фелікс. Альфреда и Кипраяне. Продолжение следует...